друзья всех приветствую в ходе торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о маркет где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь если есть какие-то особые пожелания запросы с вашей стороны не стесняйтесь пишите в комментариях обращайтесь через ваших персональных менеджеров мы открыто опять же к ним и соответственно готовы адаптировать менять подстраивать контента под те нужды которые необходимы вам ну что ж давайте к повестке экономического календаря сегодня у нас день инфляции прямом смысле у нас будет возможность проанализировать данные по индексу потребительских цен прошлого месяца сразу в англии и еврозоне и евро и британской валюты мы с вами в последнее время торгуем обратили на них внимание обозначили для себя а конкретные целевые ориентиры и сейчас стараемся разобраться в фундаментальном фоне чтобы понять правильно ли мы вообще делаем то что шортим и британскую валюту и евро кроме того сегодня выйдут данные по запасам нефти в сша в последнее время влияние этого отчета на рынок нефти на бренд и там бюте не такое уж и значительное поэтому я с вашего позволения сегодня не буду переоценивать значимости этого релиза но для общей картины понять насколько значительны может быть сейчас показатели спроса на нефти нефтепродуктов этот отчет будет не лишним то есть его мы тоже разберем но в целом у нас уже давно очень уверенная позиция почему бренды WTI должны двигаться исключительно восходящем тренде и этой позиции друзья я продолжаю придерживаться еще один релиз на который мы сегодня с вами обратил внимание это данные по инфляции в канаде парой доллар канадец мы давно не интересовались но когда есть сразу такое наслоение скажем аргументов причин факторов событий из-за которых стоит присмотреться к тому или иному активу я не могу отказать себе опять же в возможности подсветить какую-то идею где можно каткосочно попробовать заработать как раз сегодня это пара доллар канадец а в моменте у нас котировки 1.2830 мы видим то что локальная пара снижается и это снижение преимущественным образом объясняется коррекционной локальной коррекционной динамикой индекса американской валюты соответственно слабости доллара ростом цен на нефть канада экспортно ориентированная экономика и одним из основных экспортных одной из основных экспортных статей является как раз поставки углеводородов сегодняшний отчет по инфляции мы будем анализировать как бы не двусмысленно а вполне однозначно даже что в случае рост индекса потребительских цен увеличивается вероятность того что эта проблема сохранится и эта проблема вынуждает регулятор соответственно бороться с ней каким образом ужесточаем монетарную политику мы знаем то что примерно три месяца назад канадский регулятор радикально сменил фокус своего внимания начал активно отказываться от экономических стимулов и и перешел к ужесточению монетарной политики и по темпам а повышение ставок находится сейчас в лидерах среди всех центральных банков и я уверен то что до конца этого года ставка в канаде может быть поднята еще более чем на один процент сегодняшний отчет по инфляции друзья может стать дополнительным подтверждением того что канадскому регулятору необходимо действовать и ну как минимум также активно как он действовал ранее поэтому в случае если индекс потребительских цен сегодня превысит показатель прошлого месяца в 6 7 процента а канадский доллар может неплохо укрепиться и вот это как раз нам сейчас и нужно дорогая нефть перспектива повышения процентной ставки и цели по паре доллара канадец на конец этой недели тест поддержки 127 я думаю что достойный целевой ориентир учитывая что речь идет почти о 150 пунктах ожидаемого движения в предстоящие три торговые а сессии кстати в комментариях отпишите разделяете вы такую же точку зрения делаете ли вы акцент на укрепление канадского доллара и соответственно на снижение пары доллар канадец возможно у вас есть и также другие аргументы которые будут не лишними для общего более объективного представления о происходящем происходящем сейчас с канадской экономикой в общем делитесь точками зрения друзья это всегда приветствуется по остальным финансовым активам рынок нефти 112 32 ждем закрепление выше 115 долларов за баррель причем стоит отметить факта смягчения ковидных ограничений в шанхае крупнейшем городе китае а какие-то скажем что-то уже открыто основной пакет смягчения вот этих ограничений запланирован на конец этого месяца и учитывая то что ковидные ограничения в шанхае действовали с начала марта конечно же но их снятие будет способствовать восстановлению экономической активности впоследствии росту спроса на топливо это нам необходимо потому что мы с вами рынок нефти осматриваем только с точки зрения роста покупаем бренд возможно кто-то из вас интересуется да вы тянет прекрасно понимает что они коррелируют и растет также при росте бренд и wti тоже соответственно дальнейшего восстановления рынка нефти может опираться на прежний новостной фон в виде дефицита предложения но если будет расти еще и спрос то дефицит предложения он как проблема станет еще более значительный это как раз основной сценарий мой главный аргумент того почему сейчас рынок нефти нужно покупать мы по-прежнему ждем решение о эмбарго страны с отношении российских углеводородов пока что сопротивляется только венгрии но я допускаю что венгрию в итоге тоже бедят нужно чтобы решение было принято единогласно всеми 27 странами и с и мое мнение это решение об эмбарго могут приурочить к саммиту европейского союза который состоится в конце этого месяца по моему 30 и 31 мая да и если я окажусь прав то как раз в конце этого месяца решение об этом может быть озвучено друзья поэтому остаются вот две недели чтобы подготовиться к самому серьезному новостному фундаментальному потрясению для всего рынка нефти занять верное направление потенциальных движений и попробовать на этом заработать что касается других финансовых активов британская валюта 124 70 сегодня выйдут данные по инфляции ожидается значительный рост индекса потребительских цен 7 процентов до 9 1 процента рост инфляции это конечно же следствие высоких тарифов роста цен на углеводороды повышение продовольственных цен я об этом ранее уже говорил поэтому мы неоднократно делали отсылку еще на комментарии были что вот этот вот новостной фон и все факторы которые разгоняют инфляцию фактически являются сейчас причиной из-за которой британская экономика скатывается на в рецессию кстати говоря выступая в парламенте а были начале этой недели отметил что инфляция остается значительной проблемой к сожалению британский регулятор банк англии пока не в силах решить эту проблему но единственное что он может сделать а сейчас это не создавать дополнительных трудностей для экономического восстановления притормозить с повышением процентной ставки но этот новостной фонд также разбирался если кто-то из вас считает что вчерашний отчет по рынку труда сверх позитивный и мы должны пересмотреть свои ожидания относительно того что с британской экономикой произойдет дальше я советую вам изменить свою точку зрения потому что вчерашний отчет по рынку труда уровень безработицы да у снизился до 50 летних минимумов но эта статистика за период с января по март она не актуальна потому что все основные проблемы стали скрываться для британской экономики в конце марта то есть когда мы будем с вами анализировать данные по рынку труда в период с апреля а по июнь картина будет совершенно другой поэтому я сейчас несмотря на локальное восстановление британской валюты вижу все-таки потенциал для еще более глубокого снижения и не как бы метаюсь от одной сделки к другой и соответственно просто сохраняю установку на дальнейшее снижение европейская валюта собственно котировки 105 31 ждем как и ранее пару евро доллар поближе к уровню 103 50 золото 1808 вчера попытался лично я и опять же свою точку зрения озвучивал переиграть рынок в расчете на возникшие неоднозначное настроение на площадках мы ориентировались на кайман и тогда было 50 на 50 сегодня мы видим то что перевес начинает снова расти в сторону того что большинство засела в покупках соответственно золото идет опять же против толпы я рассчитываю долгосрочные друзья на то что доллар конечно же возобновит восходящую динамику доходность американских облигаций уже сегодня могут превысить 3 процента поэтому золото которое продолжило снижаться в рамках вчерашней торговой сессии доказывает самим фактом своего текущего движения что минимальные значения локальные минимумы еще впереди поэтому я снова в коротких позициях и соответственно буду ждать золото уже на отметке 1770 1760 что касается индекс американской валюты 103 4 ждем снова ухода к максимуму прошлой недели в районе 104 50 и выше морган стэнли bank of america рекомендует всем тем кто не открывал длинные позиции по индексу доллара рассмотреть возможность сделать это сейчас потому что уровни крайне а привлекательные роничные продажи хороший отчет 0,9 процента роста в прошлом месяце против прогноза 0,7 процента выступление павла которое каким-то неожиданным не стало ничего нового он не сказал ставка будет повышена в июне и в июле на 50 байсных пунктов но единственное что тем кто не допускает по-прежнему возможность более агрессивного подхода к ужесточению монетарной политики паула отметил что если того будет требовать ситуация американский центральный банк готов и к более агрессивному ужесточению монетарной политики я думаю что вывод можно сделать самим однозначно просто и понятно что паула намекнул на возможность повышения ставки в более агрессивным шагом и на возможность более активного на сокращение накопленного портфеля облигаций и в качестве десерта вчерашнего дня были комментарии представители американского регулятора кашкари буларда и эванса которые также отметили что необходимо в кратчайшие сроки вернуть ставку ключевую ставку на фрс к нейтральному значению в районе трех трех с половиной процентов это как раз и еще раз подтверждает что ее нужно ставку нужно повысить в июне в июле на 50 базисных пунктов в общем друзья ждем восстановление доллара и сохраняем вот эту основную а установку на слабость вытекающиеся крепкого доллара слабость для рисковых активов на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока